Всем привет! Мы продолжаем сидеть дома вместе, особенно в ближайшие несколько минут, потому что вас ждут самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали! Выпускной — это отправление в новую жизнь. И как же приятно, когда добрые слова в дорогу тебе говорит сам Брэд Питт. Актер поздравил выпускников университета Миссури, в котором сам, кстати, учился. Юный Брэд вырос неподалеку от него. В свое время Питт познавал в этом учебном заведении журналистику и рекламу, но позже предпочел трудиться на голливудских холмах. Мир, может, и потерял в этот момент одаренного журналиста и рекламщика, но обрел талантливого актера, известного нам как Брэд Питт. Напомним, недавно он получил Оскар за работу в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Но и до появления заветной статуэтки Питт считался одним из самых популярных актеров современности, а также одним из самых красивых мужчин. Недаром за его плечами два брата с актрисами первой величины — Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. А если какая-нибудь женщина постоит с Питтом дольше пяти минут, то ему тут же приписывают с ней роман. Об этом сам актер пошутил, получая статуэтку за роль в «Однажды в Голливуде». Во время этой речи, как и во время поздравительной речи для выпускников, Питт был абсолютно один. Появление Брэда стало большим сюрпризом для студентов, окончивших университет. Он поздравил их по видеосвязи словами «Вы справились, вы сделали это, вы завершили учебу». Наслаждайтесь и размышляйте о будущем. Приятно наслаждаться и мечтать о будущем, когда тебя об этом просит сам Брэд Питт. Но прекрасное настроение Брэда Питта в ближайшее время может подпортиться. И причиной всему Анджелина Джоли. Поговаривают, Энджи устроила бывшему мужу скандал. Причиной стало то, что Брэд познакомил их дочь Шайло со своей подругой, Алией Шокот. Питту с прошлого года приписывают с ней роман. О знакомстве дочери с приятельницей бывшего Анджелина узнала от самой Шайло. После чего Джоли позвонила Питу и высказала свое возмущение тем, что он, видите ли, знакомит их детей со своими подружками. По слухам, актриса пригрозила бывшему, что вообще запретит детям с ним общаться. Алия Шокот не единственный повод Джоли понервничать. Питт также прекрасно общается и с бывшей женой Дженнифер Энистон, которую в свое время бросил из-за Анджелина Джоли. В Голливуде ходили разговоры о том, что во время замужества миссис Смит не переставала ревновать своего мистера Смита к его бывшей жене. Должен тебе признаться, я уже был женат. Кстати, поклонники Энистон уверены, что она носит обручальное кольцо, подаренное ей Питом в 1999 году. Не секрет, что многие мечтают о воссоединении культовой пары 90-х и начала нулевых. А после трогательных объятий Брэда и Дженнифер за кулисами премии гильдии киноактеров США, надежды фанатов пары только возросли. Правда, сам Питт в одном из интервью заявил, что все слухи о романах, которые ему приписывают, ложные. Ну ложные, не ложные, а Анджелина Джоли им явно верит, раз так разозлилось знакомство дочери с предполагаемой пассией Брэда. Всю неделю не утихают разговоры о разводе Меган Фокс и Брайана Остина Грина. Мы собрали для вас все самое интересное на эту тему. Слухи о том, что брак актеров трещит по швам, ходили с 2016 года. Но тогда супруги смогли уладить свои проблемы. Правда, ненадолго. Кажется, финальным шагом к расставанию для Меган и Брайана Остина стала изоляция, которую они решили провести по отдельности. Меган не стала приравнивать понятие по отдельности к понятию по одиночке. И позже ее заметили в компании молодого рэпера Машин Ганн Келли, он же Колсон Бейкер. Сначала Грин выложил двусмысленный пост о бабочках, которым скучно сидеть на одном цветке, а спустя несколько дней подтвердил, что они с Фокс решили расстаться после 10 лет брака. Правда, уточнил, что Колсон не является причиной, а Меган и вовсе уверила Брайана Остина, что она просто дружит с рэпером. Но инсайдеры, приближенные к актеру, утверждают, что на самом деле он расстроен, не собирается подавать на развод, ходить с кем-то на свидание и вообще еще рассчитывает спасти брак. Не радуют Брайана Остина и нарастающие слухи о романе Фокс с Машин Ганн Келли. Рэпер выпустил клип на трек «Блуди Валентайн», в котором снялась Меган, после чего разговоры об их более чем дружеских отношениях стали громче. Хм, а если задуматься, то это неплохой пиар для нового видеорэйпера. Да и о Меган Фокс давно не говорили в прессе. Не только голливудские расставания сегодня в новостях. Наши звезды тоже дали повод поговорить. В сети активно обсуждают развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Первые подозрения у интернет-пользователей появились еще, когда супруги перестали публиковать совместные фотографии. Поклонники стали всматриваться в публикации певицы тщательнее, разглядывая, носит ли она обручальное кольцо. Тогда Дмитрий опроверг слухи и сообщил, что с женой у них все в порядке. Сейчас же в сети началась новая волна разговоров о разводе пары. Супруги еще никак не прокомментировали ситуацию. Однако, по слухам, Полина и Дмитрий уже несколько месяцев не живут вместе, но развод еще документально не оформлен. Поклонники надеялись на заявление от представителей певицы, однако официальные слова не прояснили ситуацию до конца. Полина обязательно опубликует заявление в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент это все, что я могу сообщить, поделился представитель. Если в случае с Полиной Гагариной и Дмитрием Исхаковым слухи о разводе не подтверждены, то в ситуации Агаты Муценицы и Павла Прилучного сомневаться не приходится. Актриса все-таки поставила точку в отношениях с Павлом Прилучным. Она подала заявление о расторжении брака, а поклонники все надеются, что пара помирится. В недавнем прямом эфире Агата более чем ясно дала понять подписчикам, что их отношения с Павлом закончены. Если кто-то не захотел верить в слова Муценицы с первого раза, то в прямом эфире с актрисой Анной Банщиковой Агата дала понять, что тверда в своих намерениях. Мы давно не ладим. Мы уже объявили о разводе еще до суперкарантина, поэтому просто карантин накрыл это все дело, еще хуже все стало. И, конечно, просто по документам сложно очень, потому что все закрыто, суды закрыты. Там нотариусы вообще не работают, и ты как бы такой пам-пам-пам. Ну, может, надо обратно как-то сейчас? Сейчас как-то на карантине разводится грустно. Разлад в чете актеров начался еще год назад. Тогда в СМИ просочилась информация о конфликтах в паре Павла и Агаты. Но скандал быстро затих, а знаменитая семья вновь стала примером для подражания в соцсетях. Но что-то снова пошло не так. Вскоре супруги публично заявили о разводе. Правда, возникла проблема. Из-за ситуации в мире пара не смогла на тот момент официально оформить развод. Казалось бы, Муценицы и Прилучно не таят друг на друга обид, и все идет по плану. Но по приезду Павла со съемок из другого города Агата взволновала поклонников своим сториз, опубликованным в Инстаграм мамы. В них со слезами на глазах она рассказала о домашнем насилии со стороны Прилучного. Паша забрал ему телефон, выбросил его на улицу, он довел детей до слез, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате, я не могу его остановить. Он во время пандемии нас выгоняет из дома, говорит, уезжайте, так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Через некоторое время после конфликта Агата выложила в своем аккаунте стихотворение собственного сочинения, посвященное Павлу. Напомним, отношения актеров начались на съемочной площадке в 2010 году. Они играли влюбленную пару, и экранный роман перерос в настоящий. Поженились Прилучные Муценицы уже через год. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а в 2016-м дочь Мия. Да что мы все о разводах, да о разводах. Есть же и другие новости от звездных пар. Хоакин, Феникс и Руни Мара – те еще конспираторы. Пара не любит выставлять свои отношения на показ и, как правило, скрывается от папарацци. Но от вспышек камер не так-то просто спрятаться. Так однажды стало известно, что пара обручена. Да и кольцо на безымянном пальце Руни сложно было не заметить. А теперь инсайдеры сообщили зарубежным СМИ, что актриса уже на шестом месяце беременности. Сама пара пока официально никак не подтвердила эту информацию. Но в последнее время Руни стала появляться на снимках папарацци в свободной одежде, которая может скрывать беременность. По слухам, малыш появится на свет летом. Правда, учитывая скрытность актеров, есть вероятность, что они покажут малыша, когда он пойдет в школу. Или, например, получит диплом. Кстати о школе. Ближе к концу мая все мысли старшеклассников об экзаменах, да о выпускном. А если учеба у вас давно позади, то всегда можете посмотреть нашу подборку фильмов и сериалов о ней. И открывает список нашумевший сериал «Элита», который многие за глаза уже назвали испанской сплетницей. Сюжет повествует об учениках элитной школы и трех ребят из бедного квартала, по стечению обстоятельств оказавшихся в одном классе с детьми богатых родителей. В первой же серии рассказывается о загадочном убийстве, произошедшем на вечеринке, посвященной окончанию учебного года. Сериал насчитывает уже три сезона, а актеры, сыгравшие в нем, стали мировыми звездами. Эстер Экспосита, Итан Эскамилья, Мигель Бернардо, Аарон Пайпер и остальные собирают толпы поклонников на красных дорожках и в соцсетях. Далее классика американской школьной мелодрамы «Это все она». Современная история о золушке в данном случае школьной белой вороне Лейни Бокс и самым популярным парнем из старших классов Заки Сайлери. Здесь есть все элементы классической истории подобного жанра. Спор на девушку, ее чудесное превращение в принцессу, школьный бал и ожидаемый хэппи-энд. Кстати, именно в этой картине актер Фредди, принц младший, сыграл свою первую главную роль. А Рэйчел Ли Кук, исполнившую роль Лейни, на кастинг привел Джош Хартнет, с которым она училась в одной школе. Джош сам пробовался на главную роль, но она, как известно, досталась не ему. Ну а дальше у нас классный мюзикл и его третья часть под названием «Выпускной». В главных ролях Зак Эфрон и Ванесса Хаджинс, а в центре сюжета традиционный для школы весенний мюзикл. Тут слова излишни, ведь есть музыка. И куда же без Шекспира? Точнее, вольной экранизации его произведения «Укращение строптивой». Десять причин моей ненависти. История, в центре сюжета которой Катарина Стретворд, не самая приветливая барышня в школе. И ее милая младшая сестра Бьянка. Отец запрещает младшей сестре ходить на свидания, пока это не начнет делать старшая. После чего влюбленный в Бьянку ухажер придумывает хитроумный план, согласно которому платит деньги школьному хулигану Патрику, чтобы тот охмурил неприступную бунтарку. В главного героя по итогу влюбились не только Катарина, но и все зрительницы. Ведь его роль исполнил сам хит Леджер, а его исполнение культового хита «I love you, baby» стало одним из самых популярных. «I love you, baby, let me love you» Ну что ж, это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. Хотите еще? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. И помните, со мной карантин куда интереснее. ТОЧКА НЮС Закрыли фитнес-клубы? Не беда. Включай телеканал «Жара». Горит орех. По будням в 12.00. Все на спорт. Все на спорт. На спорт. На спорт. Любимые артисты помогут тебе с тренировками, не выходя из дома. Все просто. Смотри и повторяй. Красивую грудь никто не отменял. По будням в 12.00 в программе «Все на спорт» ты узнаешь, как поднять иммунитет и восстановить пресс. Не останавливаемся. Поехали. Будь дома. Смотри «Жару». А, и лицо должно быть максимально красивым, как у меня. Жара ТВ